Всем привет! Дядя Юр дает прогноз на матч 18 тура АПЛ Лидс Саудгэмптон. Встречаются 12 и 13 команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 7 очных матчах команды 6 раз играли на обе забьют нет и 4 раза на тотал меньше. Все 4 очные матчи на поле Лидса были нулевыми. Игры были более 8 лет назад, поэтому большой информационной ценности не имеют. Статистика команд. Лидс в последних 10 матчах имеет 4 победы, 0 ничьих, 6 поражений. Саудгэмптон в последних 10 матчах имеет 3 победы, 1 ничью и 6 поражений. Лидс не играет в ничью последние 16 матчей. Саудгэмптон без побед в АПЛ в последних 7 матчах. Как видим, в последнее время Лидс чаще играет результативные матчи, Саудгэмптон не забыли. В минувшем туре Лидс проиграл 0-1 Волверхэмптону. И снова Волкам повезло. У Лидса было по меньшей мере 3 очень реальных возможностей, чтобы забить гол. Но гости их не использовали. Зато удар Траоре пришелся в каркас ворот, мяч отскочил в спину Мелье и оказался в воротах Лидса. Саудгэмптон сыграл 1-1 с Челси. Наконец-то команда Хазенхютля прервала свою затянувшуюся серию поражений. Да еще и в матче с сильным соперником. Хозяева очень надежно отзащищались. Использовали едва ли не единственную возможность. Минамина классно разобрался с защитником и братарем. Усадив обоих на пятую точку и отправил мяч в пустые ворота. Гости сравняли счет с пенальти. У каждой из команд было еще по полтора хороших момента, но голов больше не получилось. Это пропущенный матч 18-го тура. Саудгэмптон попал в серьезный кризис и матч с Челси не дал однозначного ответа на вопрос, пройден ли он или нет. Да, святые отыграли надежно в защите и это уже радует. Лидсу немного не повезло на Малинью. Если бы гости реализовали свои моменты, победа была бы им гарантирована. Лидс проиграл два последних матча. В этом сезоне Лидс никогда не проигрывал три матча подряд. Саудгэмптон, по всей видимости, еще не до конца восстановился и святым будет не просто сдерживать атаки хозяев в предстоящем матче, а будет их, наверное, не меньше, чем с Челси. Лидс проиграл матч с Фулгэмптоном в сухую. В этом сезоне лишь однажды Лидс не забивал в двух матчах подряд. В предыдущий домашний матч Лидс выиграл 2-0 у Пелос. Никогда в этом сезоне Лидс не выигрывал два домашних матча подряд в сухую. Вот и получается, что забивать должны бы обе команды в этом матче. Шансов на победу вроде бы больше у хозяев. Но если Саудгэмптон пошел на поправку, то здесь запросто может случиться и выездная победа святых. Матч скорее получится результативным, чем низовым. Так думают и буки, поэтому дают невысокие коэффициенты на результативный матч. Из связки ставок тотал больше обе забьют до 1-2. Самый высокий коэффициент стоит на тотал больше 1-66. На обе забьют до 1-54. На 1-2 1-34. Ничье в этом матче маловероятно. Лидс лишь дважды играл в ничью в этом сезоне. Саудгэмптон имеет 6 ничьих, но лишь один раз играл 2 ничьи подряд. В любом случае, гадать в этом матче с победителем очень сложно. Самой ожидаемой можно признать ставку на обе забьют до 1-54. Коэффициент мал, но что делать? Если добавить сюда, что ничьи скорее всего не будет, можно пробовать играть ставку тотал больше 2,5 за 1-66. Потому как получается, что если будет обе забьют до, то скорее всего будет и тотал больше. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.